В середине апреля Ауди привезла первую партию седанов и хэтчбеков А3 в исполнении Drive и Yarn. Тогда казалось, что 2,5 миллиона это перебор, а скоро 4 кольца привезут более доступные варианты. Но нет, обычные комплектации оказались проще и дороже приветственных. Так базовая А3 будет стоить 2 миллиона 525 тысяч рублей. Она предложит двухзонный климат-контроль, виртуальные приборы, светодиодные пары, автопарковщик, круиз-контроль, а также датчики света и дождя. А вот экземпляры из лимитированного тиража предлагали поверх этого более крупный приборный экран, 17-дюймовые колеса и окраску металликом. Но, как говорится, кто не успел, тот опоздал. В России трешку предложат только со 150-сильным турбомотором, 8-ступенчатым автоматом и передним приводом. Так что клиенту останется выбрать лишь кузов, седан или хэтчбэк, да комплектацию. С 1 мая АвтоВАЗ поднял цены на автомобили, и это уже третье повышение за последние месяцы. Так, Лада Гранта подорожала на 9 тысяч рублей и теперь стоит минимум 520 тысяч, а Веста прибавила сразу 20-25 тысяч. Подорожание не обошло стороной даже обновленный Ларгус, которому разом накинули 20 тысяч рублей. Базовый универсал теперь стоит от 725 тысяч, а за Ларгус Кросс попросят отдать внушительные 900 тысяч рублей. Между тем, к концу года мы, видимо, встретим новую ценовую реальность. Ведь ценники переписал не только АвтоВАЗ. Скажем, автомобили Киа подорожали на 10-100 тысяч, притом корейская марка меняет прайс-листы каждый месяц. Сверхпопулярный Рио прибавил совсем немного, но флагманские модели, Карнивал, Махав и К-900 разом подорожали на целую сотню тысяч. Россия постепенно перестает быть страной механических коробок. Так, по итогам первого квартала автомат отпраздновал убедительную победу. Двухпедальных машин было продано почти 65% от общего числа. Похоже, что доплата за автоматические трансмиссии перестала шокировать наших соотечественников. А в сегменте дороже полутора миллионов рублей механика вообще стала редкостью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова